ох ё-моё засада какая-то у нас тут еще и на улице заварушка палкой его палкой иди отсюда мне кажется сейчас поломают ё-моё там целая армия что я наделал чё ты навонял здесь крипер у тебя тут паразиты появляются теперь эти горил селёдку с молоком не сочетай ну чтож а они ну что ж она даже прыжок отключить ну чтож дамы и господа детки и конфетки добро пожаловать на новый сезон нашего невероятного выживания в этот раз мы играем на новой версии ну как относительно новый эта версия 1.19.2 почему выбрали и и сейчас вкратце объясню на нее есть нужные моды на остальные версии их нет примерно что-то такое ну а пока есть такая возможность хотел бы ответить на самый часто сдаваемый вопрос а именно как попасть в армию подписчиков вам необходимо задонатить 250 рублей по первой ссылке из описания и указать ссылку на свою страницу вконтакте это обязательно иначе ваши деньги улетят мне просто так и я вас не добавлю после этого я добавляю вас беседу где вы сможете узнать актуальную информацию по поводу съемок сборок там чё-то чиназос не чиназос в общем все там надеюсь вы меня услышали и не будете меня больше задолбывать этим вопросом на стримах ну а я не смею вас задерживать приятного просмотра это я не знаю уже какая там 5 или 6 попытка записать видео поскольку у нас всегда были очень большие проблемы с тпс ибо как я заметил я одну не собираюсь вам что-то вам доказывать и утверждать но вот по моему мнению вот эти вот версии всякие 1.19.1.20 они жутко не оптимизированы и если засунуть на сервер человек 50 или 60 то через минут 20 активной игры серверу наступает полнейшая к керреро опачки плюс кирка сейчас сделаю еще топор до наступления ночи мне надо будет нарубить дерево все-таки у этих паразитов нет адаптации они с первых же ночей начинают нам устраивать от жара джу джары ну все я думаю такого количества дерева мне хватит теперь надо выбрать место для дома вот там вот небольшой какой-то полуостров передо мной находится я смотрю час на карту но скорее всего его займут полностью ибо место очень красивая да вряд ли мне достанется там какой-то кусочек но ничего буду тогда жить возле спауна если начнется здесь суета постараюсь ее разрулить хотя возможно суета начнется из-за меня какой-нибудь бы поровне местечко найти по сути тут вырубить деревья и все место идеально да наверное я здесь обоснуюсь можно сразу сделать красивый профессиональный вход по-другому не умею только дверь дубовую березовая мне что-то не нравится начало положено слушайте мне даже на березы эти не придется срубать они у меня просто станут частью корабля моего только это будет очень дорогой дом и до наступления ночи я вряд ли успею его построить вот каркас моего домика и его надо теперь застраивать как-то еще и листву отсюда поубирать только для дома мне потребуется очень много стекла поэтому начинаю добывать песочек 38 песка но если делать панельное стекло то этого должно быть хватить ой а тут уже на улице ночь наступает а я ничего не успел ладно тогда буду спускаться в шахту я тип бесстрашный поэтому копаю строго под себя опачки уголь а у меня как раз нужен потому что тут темно а теперь светло 15 угля ну вполне неплохо я наверно сразу здесь поставлю верстак и начну создавать лестницы 33 штуки но более-менее нормально опа подъемчик готов ну и можно продолжать копаться дальше сразу нашел медную руду она мне пригодится потому что турельки делаются как раз таки из меди ну и по сути медь больше нигде не используется только самое главное не переборщить с глубиной просто если мне не хватит лестнице это будет печально сейчас я наверное еще немножечко под крафчу тут же все таки глубина там аж минусовая какая-то минус 50 только там начинается бедрок да еще у меня и кирка каменная железо я до сих пор не нашел и это печально что ли но олово есть хоть что-то опачки первая пещера и прям слушайте в самом начале ее вырался ладно сейчас тогда бросаю лестнице и иду ее исследовать лестницы готовы так что тут у нас какая-то непонятная руда что она вообще делает из какого это мода а это механизм на 112 флюрита по моему нет но это что-то уже такое на развитом так что флюрит мне пока не пригодится я думаю перед тем как спускаться вниз положу еще здесь может тут что-то есть ага тут какой-то подъем наверх идет ну и собственно все не знаю какие-то вообще бедные пещеры у меня еще и факела кончились ладно сейчас наделаю побольше чё это это осми и железо нормально но только там где тоже увидел заранее поэтому добывает вот еще железо есть а а и поразюка слышу где-то и того 4 железа но блин у меня дерева больше нет я бы прям здесь я себе сделал верстак печку и скрафтил кирку редстоун еще железо ладно я тогда подобываю железо и пойду на поверхность сделать себе инструменты на все этого пока хватит поставлю алексу факела а то вдруг у него мало так он сюда прям печку поставил я понял я тогда сделаю себе еще одну тогда мне факела назад нужны и я собирался выходить вообще я не знал что у тебя есть инструмент минус зомбус еще один не расслабляйся тут а то сразу хавать уже начал этого зомбака убитого бедного что тут на поверхности что-то есть интересное нет скелет ты не особо интересно если честно лучше б тебя здесь не было о еще железо отлично да пещерка здесь большая ладно пойду-ка я сделаю себе железную кирку и только потом продолжу исследование о кайфунеры а чё верстак забрал я бомж у меня вообще ничего нет я чисто твоим пользуюсь плюс кирочка на вторую мне не хватает забираю туда отсюда печку и пойду дальше можно еще этот радстом добыть он пригодится потом для механизмов мне вообще по сути чтобы начать заниматься механизмами надо найти золото и вроде как все остальное у меня есть просто вот этого всего остального над немного побольше вообще все подряд сейчас буду собирать что тут есть еще интересного снова железо ой прям нормально и вот здесь ох ё-моё засада какая-то подождите ка сейчас я с вами аккуратненько разберусь паразюков надо обязательно убивать во-первых от них нужно избавляться а во-вторых из них падает всякая гадость из которую можно сделать нормальные инструменты и оружие но только не из этих из этих вообще ничего не выпало какие-то бестолковые паразиты а тут еще и споры появились блин сейчас здесь постоянно паразиты будут появляться надо подальше отсюда держаться ну как можно отсюда подальше держаться если здесь основная руда оу я еще и на дереве появился ну просто супер а я до воды ты не допрыгну или допрыгну чуть-чуть не долетел ладно попытка number two поехали все неужели нормальный спаун я пошел до базы вот они биба и боба продолжение знаете цветочки хоть пособираю надо будет еще один столб вниз вырыть и налить туда ведро воды чтобы побыстрее спускаться стоп а где я был вообще не помню уже снизу что ли это чё такое тут еще кто-то умер что ли но это явно не мой лут вот он мой лут ох ёмая там какие-то отравленные стрелы в меня уже летят понимаю проходик закрываю учет опоры подобрал кирки нет надо от них быстрее избавляться все свалили не формалы а а вот кто тут умер сша чувак я не знаю что у тебя точно было на вот все остальное это налог за сохранность а он попадает по мне понимаю это вообще моя территория иди в другую шахту я первый нашел на на жри говна о вот они паразитические части вот смотрите можно допустим сделать зараженный большой топор на 15 урона это же жестко и по сути крафт у него ну не сложный просто надо пофармить паразюков побегать маленький говнюк хп у меня мало а еще один летит да вы дадите мне сегодня прошахтерить нет а стоп маленький же гад сюда пролезет на давай сюда иду надо перекусить немного я так и не понял где моя железная кирка куда ее отнесло а хорошо хорошо было да вопросов не имею но опять это дерево проклятая как отсюда слезть и не умереть начало конечно у меня не самая удачная ну а кто сказал что легко будет никто такого не говорил вот они вот они говнюшки говню чинкары а давайте рез и мои идите куда хотите все подходи сейчас эти буду уничтожать дезинтегрировать с этой планеты прощай и что тут у меня в итоге топоресом осталось нет железной руды ничего нет по моему чел упер все вот гады неры а стоп у меня снова 30 березы хотя 15 я ему скидывал то есть по сути его тоже завалили и по моему вот там его и завалили потому что очень много ресурсов когда я уже начну не умирать хотя бы несколько минут мне в больнице сказали поменьше напрягать голосовые связки но как это сделать когда такое происходит у меня на съемках это классный цикличный аттракцион пришел получил в пельмень прощаемся но этот драбулету сульчизос ждет я слышу его вот это рычание его противная гадкая он тварюка быстрый надо брать блоки ну-ка у нас тут еще и на улице заварушка палка его палкой и казалось бы вроде нет никаких мундукаторов там лонгармов адаптированных но все равно есть напряжение хотя тут есть как бы в этом моде свои альтернативы сильных паразитов но как и при каких условиях они появляются я пока что не знаю и надеюсь что не узнаю не хочу с ними биться но по крайней мере сейчас сейчас я хочу просто умер возродился прибежал умер вот такой цикл меня устраивает он уже летит за мной 220 км час я же успел застроиться правильно сейчас я буду ломать тебе черепную коробку твою почему у меня нет гвоздей я бы так с радостью ему гвозди сейчас в голову забивать начал у меня даже стрелы есть это было слишком легко все собираю отсюда ресурсы все которые остались тут не так уж много и осталось на самом деле железной руды у меня по-прежнему нет где же она может валяться но ее чел забрал с ней убежал и все задиспаунилось по моему они задиспаунились те ресы которые он как раз таки не успел подобрать вот же блин ну ничего у меня вроде как ресурсу хватает еще на одну себе железную кирку и сейчас буду заниматься активной добычей я здесь за эту улицу стою ай но опять какой-то говнюк что тебе надо от меня я знаю что вы прыгать умеете что вообще в целом очень сильные и здравые ребята но у меня от этого желания сами видится как то не появляется все отфармил бомжей но когда-нибудь разраб добавит им возможность ползать по стенам вот таким самым дефолтным так то уже есть паразиты которые по стенам ползают и тогда это будет ну что невероятная казалось бы функция простая но сложности она прибавляет я не хочу туда идти отстаньте я буду вот здесь железо кукиарить потом выберусь на поверхность и все у меня будет отлично там сервер вроде отлагал но этот гад теперь начинает идти за мной и это не круто о мой друг зеленый ублюдок любит делать бабах сюда порох буду делать патроны из него ты чё тут забыл смачно он хляпнулся чё у меня 28 железа немного осмия у меня 8 побольше надо и можно будет уже начать заниматься механизмами а еще обязательно золото надо найти но на золото мне чё пока не везет надо немножечко перекусить все можно дальше работать искать осмей искал осми нашел золото чё это такое совсем балбес опа а вот и осми надо тогда наверное идти в то место где алекс разрывал может быть там на глубине смогу чё-то найти только вот я предварительно здесь постараюсь все самое ценное собрать хорошо это я сделал конечно же вот он прокоп алекса он тут даже пещеру нашел железо есть тоже неплохо ой тут прям хорошие залежи осмия это я добываю может где-то здесь начать копать этот блок вроде как быстро ломается вдруг там еще конь пещерка будет снизу это чё а фу блин это блоки не прогрузились я уж подумал ты какая-то сверх здоровая пещера но еще железо нашел хоть что-то тут уже сколько копаюсь и ничего нет смотрите ка еще одна здоровая пещера там какая-то невидимка гребаная зельями кидается а тут уже наши были надо редстоун отсюда спереть и так что они не успели отсюда украсть вижу еще немного редстоуна пещерки здоровые конечно о скелетон на меня сагрился отставай ой хп-то мало не надо взрываться крипер давай без этих вот твоих движений подрывных там на меня еще другой паразюк сагрился а умирать вообще не вариант сюда очень далеко идти в принципе можно попробовать добраться до поверхности и золото у кого-нибудь купить у меня вроде как и другие ресурсы есть сейчас он тем более еще редстоуна добуду до кучи ол все вас заметили карательный отряд выдвинулся надо пробовать их обмануть как-то а обмануть ты их обманула где выход я не помню уже а вот он ох ё-моё в стрессовой ситуации мой мозг начинает работать правильно а иди отсюда уходи злодей разбойник я кстати посмотрел по джея и меня немного смутил тот факт что короче меня смутил тот факт что тебе нужно три руды да чтобы получить четыре пыли то есть тут не x2 система идет по дефолту а примерно x133 что-то типа такого но в любом случае в обогатителе как бы смысл есть но это алекс пристроился типа хатуси тут рядом сделал нормально но зато теперь я буду знать где подъем а я умер прям возле него замечательно ладно все я погнал на поверхность то есть задолбался в этой шахте постоянно люлей получать если я начну плавить все свои руды в печке то по сути ничего не потеряю только вот угля у меня нет куда он делся да ладно это чем не придется древесный что ли сейчас сделать ну что за приколы в этой шахте тут как будто какая-то паразитическая комиссия я главное добывал добывал а на выходе приходит контролер и такой опа чел ну пора платить налог если вообще триллион угля сделаю мне с ним никогда проблем не будет еще надо листья отсюда посносить но по сути все остальное листва должна сама пасть у меня там по железу о слиточки уже есть теперь осми поплавлю и вот это вот все надо поскидывать в ящик мы с алексом вместе живем но механизмами в этот раз буду заниматься уже я а то просто он сейчас заспидранит все и мне тут делать нечего будет первый механизм который я обязан сделать это наполнитель размещая его я где-нибудь вот в этой части и на этом металлургическом наполнителе я буду делать ветряк вот собственно его крафт и как раз для него мне потребуется 6 золотых слитков но золото как можете наблюдать у нас нет поэтому надо бы попытаться его купить сейчас ходовым товаром скорее всего будет еда кожа ну и какие-то руды допустим железо ну и что-нибудь такое редкое и так как еда нам нужна самим я сейчас отправлюсь небольшого путешествие и попробую ее набить я не знаю как на этой сборке работает заражение может попробовать хотя бы какую-нибудь элементарную куриную ферму себе сделать это чё за фигня здесь какой-то данж подождите-ка да есть бумага маска зараженная пластинка куски железа это что такое лабораторный блок крафтится он из пластины составной смеси аметистовая пыль и сахар я наверное эти блоки подобываю как писали пацаны в чате паразиты эти блоки не ломают так что можно будет как раз ферму сделать из этих блоков но все кирки больше нет у меня ладно попру дальше тогда ой заражение словил пойду дальше тогда фармить животных и надо валить на базу упа яблочки пособираю их правда они не все созрели еще ну и надо уже начинать искать поставщиков золота мы есть одна идейка тут по сути порох будет очень востребованным и порох получить несложно для этого нужен всего лишь дробитель и камера обогащения то есть два элементарных прибора кто может продать золото за порох но пороха я вам дам много только потом кого такое устраивает милости прошу в наш гейхаузе золото сколько есть все скупаю и цену свою называйте за одно золото сколько пороха а блади в аду золото фармит неплохая идейка чем этом по плавке уже все доплавилось можно тогда забрасывать медь и вот это вот железо оставшееся можно тоже как вариант в ад сгонять я сейчас просто себе сделаю железный сет да я конченый и к этому железному сету надо сделать топор щит я еды добыл можешь кстати пожарить и сейчас он в ящик скину так щит готов и топорище тоже готова надеваю супер сет брони невероятной фу газовая маска как в ней прикольный перс выглядит на тогда тебе маску газовую чтобы ты не дышал удобрениями вот этими пестицидами всякими я все тогда в ящик поскидываю и пойду попробую нафармить золото а еще вот для строительства может пригодиться мне просто некуда скидывать а сюда тогда на фарш матчу не надо стрел взять сколько 9 штук маловато конечно но это лучше чем ничего я думаю люди не будут против что я воспользуюсь их порталом потому что самому портал сейчас создавать достаточно долго это будет крафтить ведра ходить за лавой разливать это все еще правильно ой здорово мне тут сразу друзья уже встречают а чё так много порталов здесь чего не понаделали я драться пришел сюда с благими намерениями само собой мне кажется сейчас поломают на опасненько это все они мне щит почти полностью снесли только у меня кирки нет ну хотя там в принципе золотых самородков нет так что или подождите-ка я могу прыгнуть сюда только предварительно сломаю этот блок рисково конечно но я парень рисковый же с не с давай сюда деликатесы деликатесы мы никогда не оставляем своих не бросаем все погнала и дальше рубиться с поросами ого еще два друга и еще два ёба там целая армия что я наделал простите ребята я не хочу с вами драться совсем нет все хочу драться они пока падали эти ложки хп себе половину потеряли ях теперь просто с одного удара убиваю качественная фармилка золото ну слушайте один слиток у меня уже есть тут еще эндерманов туча я бы сейчас так эндер перл нафармил у меня кирки с собой нет и газ ну ты-то куда почему она не отбивается микропоросе еще все хана мне по моему допрыгался добегался до существовался да чё вас так много сейчас я на эндермана случайно посмотрю все жизнь моя закончится точно отстаньте пожалуйста микрочелики как здесь жить без блоков а еще и гаст вы можете на гаста переагрится пожалуйста сейчас какой-нибудь пролаг сервера и все хана мне не на с большими уже попроще будет разобраться по сути ты не сложная сборка но но я умер последний просто последний меня взял и убил это классно не-не-не друг не стреляй я френдли зомбак ну ты-то куда а это чё такое почему постоянно появляются новые порталы так мужики я свой я свой я вас еще не бил и вы меня не бейте пожалуйста и трусы мои отдай куда ты побежал вор какашкович а бы даже сказал ну что эндерманы теперь пришло ваше время а то что то вас здесь развелось не маловато надо еще покопать хочу прям безопасную формилку сделать 1 2 3 6 эндерманов нифига себя всего один глаз вы издеваетесь почему так мало ладно хотя бы золото добуду хоть что-то радует в этой жизни сейчас еще надо этих боровых зафармить давай сюда все 46 кусков уже более-менее но надо еще покопать просто нужно прям много ветряков сделать блоков сколько надо мне просто не а ну вот на вот смотри если вот человек нуждается надо давать ему не рыбу а удочку ауф ну и мне просто лень блоки копать а вот из этого дерева можно сделать верстак нет ну смотрите мне на 2 ветряка хватает уже неплохо но надо накопать на 3 я думаю но вот еще золотая руда есть надо посмотреть на чё тут нужен кварц может я тогда сразу и добуду по сути ни на что так что ладно кубанчики вы на меня злые еще нет или вы меня простили за мои грехи да вы меня простили красавы хорошо что вы не злопамятные все таки ну и что это такое но я не ж ничего не делал обманщики а топората нет буду золотым мечом вас рубить тогда а блин у меня сзади подкрытили давайте в целом закрытили они я думал они мирные они меня решили долбануть видимо в отместку перед тем как идти в ад я сделал себе еще один топорик потому что оружие у меня там уже нет я бы конечно помог ему но но так и сделаю а чё он такой живучий они его толпой запрессуют быстро все чел развивайся тут выживай рыбку пропускать не буду нормально чуть-чуть еды себе набил посмотрите какая толпа зомбированных пиглинов у нас возле портала да отстанет меня ты дурацкие рви 4 по моему сейчас мне лосось на пригодится все давайте жить дружно вы мне и так уже по морде надавали дальнейшее насилие будет уже незаслуженным я просто хочу выкопать у вас все золото только его тут что-то вообще нет вот и залежи но она прям возле вот этого пиглина гадкого это не твой друг был я понял ну ты же меня в спину не тэцнишь это просто тут как бы золото возле лавы опасненько ладно все я погнал на базу вроде как все золото что видела здесь выкопал больше ловить тут нечего о еще золото но если издалека посмотреть на нашу деревню уже что-то такое вырисовывается неплохое и так золото я до дома донес оу как раз не хватает на три ветряных мельницы и их созданием можно прямо сейчас и заняться но только для начала я сделаю одну мельницу ибо если делать сразу три то будет как-то невыгодно а пока у меня там в наполнителе нормально у тебя волына и пока мне там наполнители все обрабатывается я добуду еще немного дерева для того чтобы сделать ящики и немножечко отсортировать лут вот сюда я хочу поскидывать все рез из паразитов ну и это все но по крайней мере все что я заметил первый ветрогенератор готов сразу его устанавливаю к наполнителю чтобы не тратить редстоун на энергию ну и теперь я должен сделать камеру обогащения и для этого мне потребуется сталь и если крат здесь не меняли то для 4 стали потребуется 8 угля но судя по всему ничего не меняли потому что мне всего хватает надо будет сразу тогда камеру обогащения до базового прокачать потому что для этого надо всего лишь два осме 2 железа и 4 редстоуна но обработка станет в три раза быстрее создаю стальной корпус а теперь редстоуна надо в два раза больше вот чего не поменяли ну и делаю саму камеру обогащения сейчас подожду пока у меня доделываются микросхемы сразу прокачаю и сразу надо будет прокачать еще и наполнитель опа обогащающий механизм готов но пока что поставить его не получится потому что мне надо будет сделать сталь а сталь я уже буду делать на улучшенном наполняющем механизме эту сталь отправляю на плавку и из нее я буду делать провода потому что к одному выходу два прибора сразу подключить не получится два провода оставлю про запас остальное буду вести наверх только мне в любом случае еще придется провода крафтить ну а теперь в обогащающий механизм я могу закидывать редстоун уголь и прочие вещи и тратить их тем самым меньше по сути сейчас мне нужны только лишь микросхемы и обогащенные сплавы а для этого придется потратить очень много железа и осме но ни того ни другого у меня нет есть продал осме немного можно его тоже обогатить на железо надо пока пать сходить я тогда сделаю себе отдельный ящик вот туда все рабочие скину что потом долго это не искать ну как работе а тут честно говоря очень много хлама всякого но лучше когда есть хлам чем когда вообще ничего нет а где еда все делось алекс а ты вот еды нажарила где на все делось или ты ее уже употребил а у тебя вот тут вот ферма подпольная но 9 стейков отлично я вообще знаешь что думаю тут же инфекция не так работает можно какую-нибудь петушиную ферму сделать я там яиц приносил чуток но еще можно поискать дэмс мрачноватая пещерка но выбора у меня нет надо еще найти ту часть которую люди не бегали чтобы хоть что-то можно было оттуда вытащить полезного вот мне кажется вот здесь никого не было сейчас проверю да какие-то руды есть буду добывать все подряд если она сейчас не надо это не значит что она потом не пригодится что-то тут один редстоун разнообразие появился уран продолжение пещеры там нет одна залежь редстоуна и смысла идти туда тоже нет вы тут соседняя пещерка есть но блин там парузюки или не там подожди где-то здесь же их показывает да вот и не черти но я по идее с ними справлюсь это не самые сильные да ну накидывают они тоже неплохо вообще хп почти не осталось оу шит мэн золотая руда чего одна только да вы издеваетесь я ничего тут не пропустил а то как-то бедновато прям да почему тут один уран что это за грёбанный урановый рудник ну где железо вот это вот классная что это осмей забираю не вот эта фигня у меня уже много неужели железо нашел а снизу опять миллиарда урана скелета надо подстрелить ага почувствовал опасность сразу начал уходить на есть пробитие прощаемся где-то маленький зомбеныш а вот он говнюк в спину ко мне летит нужно как можно быстрее выходить на автошахтер иначе дел вообще не будет никаких не на пещеру эту все облазили тут не вариант что-то искать может попробовать ветряк продать один цену заломить за него там железо 30 кто-то хочет купить у меня ветряк за 30 железо руды или слитков неважно он по сути не стоит столько это дорого оборон может купить ну давай подходи хотя сейчас выйду продам опа это чё за фигня и опять возле выхода меня поджидают не я буду сваливать от вас я как раз сейчас эти два слитка сплавлю мне хватит еще на один ветрогенератор просто вот этот снимать это прям вообще смерть все ветрячок на продажу готов жду барона мне бы не помешало сделать себе еще плавильню ну и для нее опять же нужна сталь а это железо и вот у меня как раз хватает железо в упор впрочем все как обычно барон есть чуть я жду как вылезешь подходи и так стальной корпус и на улучшенную плавильню мне не хватает двух железных слитков но как-то не чиназос ладно чё тогда закидываю олова пусть плавится а в обогащающий механизм уже просто все подряд руды бросаю прогуляюсь пока немного по деревне посмотрю чё они тут понастроили недостроенный дом джелокса да тут все по сути недостроено в том числе и наш дом но это не страшно ведь мы не так долго играем на этой карте страшно то что барон не приходит а мне нужно железо я не могу без него жить вообще никак где он тусуется вообще надо пойти его поискать кто-то пчелу в лодке катает бладер бекта да у них там целая пати хочу посмотреть о барон нашел о 28 железа ну ладно пойдет 28 как бы тоже много железо обязательно закинул обогащающий механизм чтобы получить как можно больше пыли тут конечно не x2 но тоже пойдет во и теперь у меня появится возможность улучшить мою плавильню все набор базовых механизмов готов теперь не помешало бы заняться оружием для этого придется сделать вот такой вот верстак и для него потребуется светло-серый бетон для бетона нужен гравий и песок и сейчас я пойду его добывать а еще светло-серый краситель конечно же холстони или холстания белый тюльпан очень очень много цветов подходит что за ковбойская дуэль какая-то надо подальше от не держаться а так у нас еще вон и на острове все-таки люди построились неплохо я чуть даже и забыл про него надо хоть посмотреть что они тут понаделали ну по сути тоже такие же домики недостроенные опа ха ха цветочка воровал немало все цветы есть гравий и песок я могу и у себя добыть а там за моим шахтером из 1 12 сезона гонятся паразиты его скорее всего скушают но бывает гравий я прям где-то в шахте видел даже для а вот все даже далеко ходить надо гравия придется добывать максимально много ведь именно из него можно создавать порох который в будущем я буду пускать на патроны но патроны соответственно пускать в голову паразитом а куда же еще все моя лопата закончилась пойду-ка я наверх надо сейчас постараться выбрать что-нибудь такое недорогое и хорошая балансная более-менее ибо средствами проблем очки имеются у меня песка нет я его весь переплавил печально но не страшно пойду добуду свали отсюда все столько мне хватит я могу продать редстоун только за железо и не дешево это чё такое чё за суета возле базы чисто паром бегает за 10 железа ну 40 редстоуна максимум надо подготовить 40 редстоуна хотя это даже много но железо надо все бетон есть сейчас его быстренько обработаю ну и можно создавать оружейный верстак подожди а наоборот все ладно пусть где-нибудь здесь стоит итак давайте выбирать какое же оружие я буду себе сооружать не она такой мне не хватит ну вот смотрите гроза на 22 урона какие-то там бронзовые слитки специальные нужны а это нужен огненный порошок золото медь железо смысле это нифига не бронза товарищи это уже какая-то хрень говномесина я бы даже сказал 48 железных блоков за ствол а ну ладно 110 урона понимаю для того чтобы мне создавать оружие надо нафармить и фритов ладно этим вопросиком можно заняться как раз у меня сейчас пока железо там попереплавится может быть еще и золото смогу накопать а может быть просто по морде получу и все кубанчиков я пока трогать не хочу а то мало ли потом подкрадутся ко мне и в спину завалят такого мне счастья не надо слушайте а вы в аду находили крепость нет а корды можете сбросить минус 61 97 минус у нас какой стороне вот в той по сути надо двигаться вот примерно в этом направлении а только тут все в лаве а еще пиглин гонится за мной дурак отстань мне ничего золотого нет а ну да я уже на карте вижу крепость только вот добираться до него конечно не очень просто а тут уже они и мастушку построили красавчики только мастушка странная дурману туалет мне да еще придется прокопчик делать но заодно кирпича накопаю здравствуйте крепость чё тут есть и фритики нет ага за чё конец что ли а куда идти то о спаунеры фритов здравствуйте только у меня правда у кирки прочности нет совсем а у него еще теперь и миличный дамаг появился серьезное заявление три штуки сразу куда так много зато два стержня выпало тоже неплохо у меня есть 14 огненного порошка и этого как раз хватит на 14 слитков но были мне надо хотя бы штук 20 набить а у тебя есть кирка запасная какая-нибудь чиназис у меня просто плохо по инструментам все понимаю еще одна палка нужна на инструментов нет что за подстава сейчас буду лопата его забивать я надеюсь сразу три штуки не появится только не стреляй да стержень пожалуйста ну чел ну смерть мне теперь сейчас по любому появится три сразу ну да ну давай ну спасибо устал я уже конечно же умирать пойду его ферму обнесу чего-нибудь есть деликатесы сразу там чел лаву бегает набирает здравствуйте отдавайте мой ресурс пожалуйста все теперь я готов их фармить все таки последним попал гаденыш еще плюс стержень все мне один остался я буду отсюда уходить ой ну хоть один стержень из трех выпал и на том спасибо все прощаемся я ухожу от вас надоели мне эти эфриты новые проблемы фу вроде разрулил а еще один ну давай нападай ой чё не пролазишь да козел как же тут дофига порталов ну что это за бред но зато в этом есть свой плюс мы можем прийти сюда и накопать дофига обсидиана если бы у меня была алмазная кирка я бы этим и занялся вообще в теории я могу выкупить алмазы у кого-нибудь за что-нибудь но только за что тут я хз ну ладно это есть но оружием пока наверное стоит заниматься все-таки ресурсов у меня мало и пустить их надо в что-то более полезное допустим в цифровой шахтер что для него самое сложное да по идее ничего и крафт он достаточно просто только мне надо будет сделать еще 8 милый компрессор продвинутая схема управления опять же куча железа на это все уйдет но железо у меня вроде как более-менее есть сейчас надо тогда сразу обогатить редстоуна обсидианы алмазы я могу по идее купить за что-нибудь но без шахты цифровой шахтер у меня в любом случае сделать не получится как бы я не старался как бы я не потел по сути единственное чем я сейчас могу заняться так это походом в шахту но для этого мне нужно сделать себе железную кирку а на вторую мне не хватает палок понимаю ладно может быть и одной хватит сейчас все лишнее тогда оставлю про запас возьму с собой одну каменную кирку блин может пойти дерево порубить а то у меня уже и места нет в доме сейчас вот этот березу снесу ё-моё это что за скопление неформалов в нашей деревне ох сильно надо попробовать с ними разобраться они гадюки сдалека бьют и очень мало дропа дает а мне дроп с них нужен чтобы сделать всякие там топорики мечики и очень жестко их рубить потом после этого чё ты навонял здесь крипер у тебя тут паразиты появляются теперь эти горил селёдку с молоком не сочетай это вообще опасный кентик у меня еды нет я даже бегать не могу из-за этого у меня еще и факелов с собой нет это проблема да у меня и в целом их особо нет где могу пару штук скрафтить себе готовая еда 2 сушеных супа на этой версии они восстанавливают на пол палочки больше даже мне надо попытаться найти какую-нибудь пещеру в которую еще не было людей и только тогда я смогу раздобыть там какие-то интересные ресурсы ну либо взять прокопаться до бедрока и попробовать найти алмазы ибо без алмазов как-то не чиназос оу золото да ладно я думал его уже все здесь выкопали этот еще паразюки орут а так они прям подо мной ходят неприятный моментикс медь на тоже забирать я в скором времени буду начинать заниматься турелями хотя бы элементарными которые стреляют камнями да тут даже и такие есть нужно постараться как-то аккуратно спуститься и не умереть а вот там еще и лазурит есть ну чё давайте подеремся тогда куда деваться ну тут и скелета сожрали опа еще два паразюка у меня снизу здесь только это какой-то серьезный 100 темчиком даже а можно мне этот тотем как-то забрать у тебя у тебя еще тот а нет это как это багулина была железный топор спасибо а тут спаунер у нас так еще и скелетов и не залутанный были на его можно будет обустроить книга ледоход да этим спаунером надо будет заняться сейчас поставлю отметку они делиться не буду и пока что ну и отсюда наверное начну копаться дальше тут водная пещера нет она по сути не нужна но если есть алмазы то скорее всего только там вот прочим и говорил вот они они алмазики мои сейчас на только кислорода хапнуть и выкопать их ой три штуки будет просто замечательно все вот она и кирочка у меня сейчас еще немного поплаваю светящийся спрутик но ты мне вроде как не нужен а ну и пещерка на этом заканчивается ладно поплыву тогда назад только вот эти алмазы у меня пойдут на добычу обсидиана для того чтобы обсидиан перегонять ну и делать цифрового шахтера мне как бы еще нужны будут алмазы и мне должно крупно повезти чтобы я еще алмазов здесь нашел сейчас тогда доломаю свою железную кирку посмотрю что мне удастся найти а после этого пойду сделаю алмазную кирку и отправлюсь в ад ломать порталы потому что таким способом добыть обсидиан гораздо проще как же тут много этого грёбаного урана он-то по сути нужен но наверное больше для какого-то лейт-гейма какая тут предельная минусовая высота я уже на минус 55 я думал же должен как бы начаться бедрок но нифига подобного я все копаю и копаю а вот он бедрок минус 60 высота аж все тогда здесь можно начинать разрывать нормальную шахту передо мной лавовое озеро сейчас попробую к нему выкопаться вдруг там алмазы будут здравствуйте а я тут сразу вижу редстоун но и пока больше ничего сделал тут небольшой плод чтобы редстоун у меня не сгорал ну и пройдусь чуть дальше не вообще что-то как-то бедновато здесь не вариант тут что-то найти хотя вот там в продолжении есть пещера такая безлавная попробую до нее докопаться еще золото просто супер это один из самых удачных походу в шахту вообще за последнее время только вот надо экономить прочность железной кирки если вдруг найду алмазы или что-нибудь подобное это даже добыть не смогу поэтому буду жестко долбиться час каменной и так вот она пещерка что я здесь вижу я здесь вижу золото не зомбак иди к ты отсюда тут еще крепак есть он алмазы охраняет то ладно сюда идите один а чё так мало не моё я уж обрадовался ладно я тогда пробегусь дальше по пещере вдруг тут еще будто алмазы а я сейчас просто всю прочность потрачу на редстоун не алмазами здесь не пахнет говной воняет а я вернулся в ту самую здоровую пещеру интересно куда бы ты ни пошел все пути ведут в одно и то же место но мне зато будет проще выбраться отсюда ладно все погнали тогда на выход но сейчас за пузатиком буду бегать по-любому знать где выход опа где выход здесь